Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Рассуждая о последней заповеди блаженств, преподобный Макарий Великий говорил, «Для человека высшая радость — это быть ненавидимым ради Христа и изгоняемым за веру в Него, и терпящим ради Царствия Божия всякое оскорбление и позор». Преподобный Симеон Новый Богослов в одном из своих произведений задает риторический вопрос. «Если Господь сделался ради нас человеком и претерпел ради нашего спасения страдания и смерть, а мы при этом стыдимся подражать ему в страданиях, как же мы тогда сможем с ним царствовать?» Удивителен тот факт, что именно гонения за веру во Христа как раз и становились причиной умножения количества последователей Христова. Древний христианский апологет Тертулиан так и писал «Кровь мучеников — семья христианства». Почему так происходило? Потому что многие люди, даже и сами гонители, видя веру в христиан, поражались в ее твердости и крепости. Вечная жизнь, жизнь в непрестанном богообщении — вот тот главный стимул, который поддерживал христиан в любых гонениях и скорбях. Христиане всегда помнили, что гонение — это не самое страшное зло, которое может произойти с человеком. Предупреждая своих учеников о возможных опасностях, Спаситель говорит «Не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». А потому любое отступление от Бога, любое уклонение с единственного верного пути, ведущего ко спасению, в результате может перечеркнуть весь жизненный подвиг человека и соделать его наследником не царства вечного блаженства, а царства вечных мук вдали от Бога. Святой правильный Иоанн Крыштадский замечает «Теперь он, то есть дьявол, водит не пытками, не казнями, а неверием, мимым прогрессом, движением вперед, либеральностью, попросту вольнодумством, безразборчивостью к вере и дерзким отрицанием веры, выношением, насмешками, кощунством, плеветою или гордым невниманием и презрением. Благочестивых людей ныне обзывают именами ханжея, людей отсталых, с узкими взглядами, веру христианскую называют верою черни, христианскую сострадательность, славодушием, милостыню, глупую расточительностью, наружную молитву, лицемерием, услаждение и радость молитвенную, сумасшествием. И, напротив, широкую разузданность, плоти или распущенность, угождение всем ее бесчисленным похотям считают современным прогрессом, а отчуждение от молитвы и отвержение всякой обрядности в вере, жизнь, не похожую ни на христианскую, ни на языческую, а какую-то животную, чуждую всяких, к обзяте сферы, считают известным тоном признаком современного человека. Исполняющие девятую заповедь блаженства будут блаженны не в жизни будущей, но уже в тот самый момент, когда претерпевают вгонение за Христа. Потому что именно в момент наибольшего напряжения человеческих сил в стоянии за правду Божью открывается полнота этой правды. Если мы принимаем заповеди блаженства, то мы принимаем самого Христа. Это значит, что нашим высшим законом и нашей высшей правдой является нравственный идеал христианства, за который мы должны быть готовы пострадать, обретая и в этом идеале, и в его исполнении полноту жизни. Редактор субтитров А.Семкин